Программа «Утренний кофе» продолжаем отмечать в Масленице, продолжаем печь блины, напоминаем у нас... Это вот наш первый блин, друзья. Пока шла реклама, мы попробовали найти хоть какого-нибудь медведя в округе, не получилось. И поэтому этот блин мы оставляем себе и, собственно, продолжаем нашу блинную затею. И, в общем-то, о составе самих блинов мы поговорили. И хотелось бы теперь затронуть не менее актуальную тему начинки. Вот на Руси, если брать традиционный вариант, самый распространенный случай, что должно быть внутри блина? Ой, этот вопрос, наверное, к знатоку. Ну, я могу предположить... Ну, вопрос скорее исторически фольклорный, чем воркулинарный. Ну, да, был творог, мясо. Я думаю, что было... Какие-то сладкие начинки, наверное, были ягоды. Мы с медом кушали блины с маслом стопленым, со сметаной. Со сметаной, да. На самом деле на Руси было очень много кисломолочных продуктов, которыми фаршировали. Также делали томленые блины или запекали их в духовке. То есть делать такие пироги слоеные, пропитывая маслом медом. И запеченные. Мне вот вообще нравится, я вот не особо люблю вот эти такие свернутые варианты. Мне нравится классика жанра. Вот блин круглый, самому, значит, свернуть, во что-то макать и вот каким-то таким образом с ним кушать. Ну, ты кажу о своей пристрастии. А, Клара, вы какие блины любите больше всего? Ну, я на самом деле, я сама люблю очень с творогом. Но у меня домашние с творогом не кушают. Поэтому мы вот так вот со сгущенным молоком, с топленым маслом. И Сонечка у меня любит со сметаной. И маленький, кстати, тоже, которому сегодня год и восемь, он тоже обожает блины. На запах сразу домашнее просыпается. Блинчики у мамы просят. Поэтому, ну, надо сказать, что, кстати, в Масленицу, на Масленичной неделе, это же была неделя перед Великим постом, да? И, конечно, старались накушаться вдоволь. И очень много было как раз вот молочного в эту неделю, рыбы. Уже как-то с мясом старались поосторожнее. Я думаю, что были и рыбные начинки. Очень вкусные. Спасибо, Игорь. Как-то незаметно к нам подбирается наша служба информации. Тоже, видимо, на запах. Я, да, почувствовала запах прекрасных блинов. Доброе утро, коллеги. Доброе утро нашим гостям. Я думаю, о начинках мы еще поговорим чуть позже. Сейчас время новостей. Игорь Негода.